ну вот магазин сходила женщинам интересно чего сколько у нас стоит муку сразу говорю не знаю сколько тут два килограмма купила высшего сорта олейка не знаю сколько общую сумму только могу потом сказать высчитать можно здесь какие-то все стерто ничего не видно 430 написано за 386 грамм 165 рублей 98 копеек какие-то печенье сметана сметана здесь написано 452 грамма 119 рублей 78 копеек теперь три бутылки молока взяла чтоб не бегать каждый день за этим молоком вот молоко знаю сто четырнадцать рублей и арбузы у нас стали дешевле были 100 рублей килограмм а это восемьдесят пять рублей вот тут она не три килограмма взвесила все и общая сумма 1136 рублей вот и можно и высчитать сколько это мука стоит попробую сначала ну что вкусный сладкий тебе тоже надо арбуз будет кошка есть арбуз увидела арбуз попробуй будет нет 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 конечно смотрит играет лапой не ест здесь тебе ничего нету сметанку то она будет она увидела сметанку сейчас ей сметанки дам ложка ложки то нету здесь как еще открыть сейчас посмотрим как она будет сметану чаткать ну что сметану хочешь арбуз рядом лежит не хочет хоть бы кто-нибудь пришел до полу и помыл бабушки все только жрать приходят сюда сегодня новый день воскресенье жарю картошку с ветчиной я с ней чай пила пила уже надоела ее есть думаю я поджарю ее с картошкой с луком и с укропом все сварилось дойдет при выключенной плитке не косила долго леска кончилась я не могла ее вставить вот сюда в отверстие но сейчас целый час просидела кое-как вставила леска все есть а косилка есть а трава не кошена потому что не могла вставить эту леску но вставила кое-как теперь надо вот эту крышку закрыть все длинно будет или нормально обрезать ее ножницы утащила отсюда ножницы надо ничего под рукой нет они же тут были у меня я их утащила подготовка какой-нибудь работа занимает больше времени и сил чем сама работа косить буду сейчас полчаса а два часа я только подготавливаю из-за этого потом не хочется ничего делать то что подготовка много времени занимает вот такая подставка от телевизора служит мне подставкой для телефона вместо штативов разных которые ломаются быстро за две тысячи а это вот у меня уже ей тридцать лет наверное лет двадцать стояла под телевизором или не знаю сколько теперь лет десять валяется везде по огороду и теперь я решила ее под телефон подставить траву надо в морковку почистить в морковке траву вырвать дождей нету а трава все равно растет бут м м м м м м м м м здесь же бросаю чтобы сохраняла влагу закрывала землю от солнца ну и удобрение здесь же будет куда-то развернулась вот 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 Продолжение следует... 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 Здесь перец. Пять кустиков сидят у меня. Тоже надо покормить. Здесь помидорка. Те помидоры не буду кормить. Что-то они, наверное, боюсь, будут жировать. Каждую неделю их кормить хватит. Здесь капусточку. Я ее огребла. Ее теперь неудобно поливать. Как же ее полить-то? Надо делать бороздки. Все равно попала водичка. Хлебная. Теплицу подкормила. Теперь сама надо подкормиться. Вот тут приготовила. Картошка наша остыла. С ветчиной. Не хочу ни чай горячий, ничего. Сделаю томатный сок. Сделаю томатный. С томатным кетчупом. Так делаю всегда. Холодная. Лучше даже, чем горячая. Я ей там дала мясо. Грудинку. Она его не ест. Но она съела кусочек. Я на три части разрезала. Она один съела, две осталось части. И опять орет. Есть надо ей. А ей не есть надо ей. На ручки надо. Ушла. Поняла, что про нее говорят. Ушла на кресло. Вчера опять неправильно меня поняли про эту баню. Ответила в комментариях. Может поймут. Говорит. Не гони пургу. Сейчас возьму. Говорит. Не гони пургу. Каждый день баню топить. Да. Деньги тратить на воду. У пенсионеров не хватит пенсии. Каждый день воду покупать. Да каждый день баню топить. Да всю деревню мыть. Я такого и не говорила. А они совсем уже все перевернули. Я сказала, что я с утра мою. Моюсь. Ну, работаю. Потом топлю баню и моюсь. Все время. Я одна. А вот у родителей было, да, так, что родственники приходили и знакомые мыться. Ну, это не значит, что вся деревня. И потом у них был водопровод. У меня его нету. А у них был водопровод. У них было две пенсии. За водопровод они платили. Чем слушаете? И я не сказала, что я каждый день баню топлю. Зачем? Я только по надобности. Когда вот вчера один день всего огребала капусту, я что же ее каждый день буду огребать? Или картошку каждый день огребать? Один раз картошку огребла, один раз капусту огребла. Это не значит, что каждый день баню топлю. Если я в жару сижу дома, зачем мне баню топить, если я весь день просидела дома? Вообще, ты им говоришь одно слово, они понимают совершенно другое слово. Оля, Оля. Оля, имя и Оля, фамилия у нее. Написала. Не гони пургу. Это ты, Оля, имя и Оля, фамилия. Так бы ж написала не Оля, Оля, а Оля, Ольгина. Оля, Олина. Фамилия-то Ольга не бывает, бывает фамилия. Например, Лена, Ленина. Ваня, Иванов. А ты должна быть Оля, Олина. Кого с вами разговаривать с этими Оля, Олями? Не буду я подробно отвечать. Слушайте внимательно, что говорю. И на свой лад не переделывайте. Я совсем другое сказала, а она совсем другое поняла. Напишет мне какие-то от себя чину, написала мне. Пургу, говорит, не гони ей, что баню каждый день топишь и что всю деревню моешь. Я такого не говорила, что я каждый день топлю баню и всю деревню мою. Еще раз вернитесь во вчерашний ролик и просмотрите еще раз внимательно. Вы очень невнимательные. Некоторые. Ладно, все, загружать надо. Еще дел, дел по горло. Сейчас отдохну. Время-то пол первого. Я уже устала. Время обед. Я уже устала. Еще до вечера-то можно все перевернуть. Работы переделать много. Но сейчас жарко. Отдохну маленько, охолонусь. Ну все. До свидания. Что буду делать? Завтра покажу. Ну все. До свидания. Продолжение следует...